Судя по всему, Пьер Амояль довольно демократичный педагог. Даже в своем камерном оркестре Камерата Лозанна, в котором играют его ученики, он решил не вставать за дирижерский пульт и довольствовался скромной ролью первой скрипки. Этот коллектив выступил сегодня в Москве, в концертном зале имени Чайковского. Дирижера не было. Вела музыкантов скрипка руководителя. В Стративаре 1717 года, которая до революции принадлежала русскому императору Николаю II. Репортаж Михаила Родина. Нет ничего удивительного в том, что музыканты этого ансамбля даже в ресторан перед концертом ходят с инструментами. Все, не исключая виолончелистов. Опыт руководителя Пьера Амояля никому повторять не хочется. Мне много пришлось энергии и сил потратить, частных сыщиков привлекать. Это было похоже на возвращение ребенка, похищенного мафией. На возвращение похищенного Стративаре у Амояля ушло пять лет. За это время ему пришлось не только переквалифицироваться из музыкантов, профессионального сыщика, но и основательно потратиться. Я фактически купил эту скрипку второй раз. Потратил на поиски денег почти столько же, сколько она стоит, поскольку в Италии надо платить деньги людям, чтобы они говорили. А мне пришлось разговорить очень многих людей, чтобы эта скрипка снова заговорила для меня. Эта история актуальна для коллектива еще и потому, что практически все музыканты играют на редких инструментах. Своеобразный передвижной музей. Страдивари, гварнери, амати – весь цвет итальянского инструментостроения. Причина проста. Столько победителей международных конкурсов, пожалуй, нет ни в одном молодежном ансамбле. С инструментами из частных коллекций международных фондов. Швейцарским этот коллектив является только формально. Здесь музыканты со всего мира. Все студенты Лозаннской консерватории. Скрипачи – ученики Пьера Амаяля. Очень удобно пройти. Я могу и заниматься каждый день, снимаю их. У меня сейчас, например, большой конкурс. Завтра уезжаю в Китай на конкурс. Сейчас в последний день не мог с ним заниматься. Потом и играть с ним, конечно, такое удовольствие. Поэтому проблем с подготовкой по специальности у скрипачей нет. Зато есть по другим предметам. Камерата Лозанн – один из самых востребованных камерных ансамблей в Европе. Поэтому гастролировать приходится много. Михаил Родин, Александр Подкоха, Служба информации, Телеканал Культура. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...